Привет, ребят! У нас сегодня будет такой немножко разговорный видос на тему крафта оружия и новых пушек в Королеве-Ведьме. Я читаю комментарии в последнее время и в Твиттере, и на Реддите, и в своих видосах тоже видел некоторые комментарии по поводу необходимости появления крафта оружия в Королеве-Ведьме, о том, что это вообще значит для игры и как это повлияет на общий гринд контента в нашей прекрасной игре. Я сам недавно перечитывал несколько раз твабы, чтобы для себя вывести какую-то информацию, прийти к каким-то выводам, и вот буквально сегодня ночью у меня, что называется, прокнуло прозрение по поводу крафта оружия и особенно по поводу новых пушек, которые будут в Эчквине. И хочу просто поделиться своими мыслями и узнать, что вы тоже думаете, потому что... Судя по тому, что я вижу прямо сейчас на просторах интернета, у нас комьюнити снова поделилась на два лагеря. Первый лагерь, который считает, что крафта оружия пойдет игре на пользу и он нужен. Я сюда как раз-таки и... Я в этом лагере и состою, так скажем. И вторая половина, которая считает, что крафт оружия убивает в игре гринд, эта система абсолютно необходима, и она ничем не отличается от обычного получения родомных роллов. Ну как половина комьюнити? Вот этой части у нас все-таки мало, но у себя даже на ютубе я замечаю. И для того, чтобы, собственно говоря, это все обсудить, давайте мы еще раз окунемся в систему крафта оружия, потому что, судя по всему, многие не поняли, как это вообще работать будет и для чего это было сделано. Я вкратце напомню, что крафт оружия нам позволяет на желаемой пушке на релизе Королеве Ведьмы выбирать какие-либо перки. То есть мы сможем выбрать перк в первой колонке, ствол, прицел, во второй колонке, магазин или катушки, ну если у нас там, допустим, фюженка, да, перк в третьей колонке и перк в четвертой колонке. Также, судя по всему, мы сможем выбирать мастерворки. Здесь на картинке этого почему-то не отмечено, где мастерворк выбирается, да, но думаю, что мастерворк мы сможем, иначе это будет полный бред, и тогда я очень сильно удивлюсь. То есть крафт, его основная задача в том, чтобы позволить игроку, потратив определенное количество времени во время гринда какой-либо пушки и тому подобное, допустим, эссенции, да, ее вытаскивание из пушки, игра позволяет вам выбрать определенную комбинацию перков, и чтобы вы гарантированно пришли к желаемому результату. Прямо сейчас у нас в игре вы можете получить желаемые пушки по всем перкам, но в игре у нас исключительно радомная составляющая. То есть вы выбиваете себе пушку, на ней радомно падают все перки, и ствол, и магазин, и первый перк в третьей колонке, и перк четвертой колонки, и мастерворк. То есть у вас нет никакого контроля над тем, что вам падает на пушку. Какие-то у нас инструменты для контроля все-таки имеются в игре, и один из таких самых, наверное, известных примеров у нас, из этого года игрового, не из того, что у нас было за все время, но это я тоже упомяну, это у нас приманка, как ни странно. Когда вы в приманке выставляете себе желаемую пушку, допустим, скаутка, да, которую фабрить не стоит, вы можете выбрать, какие перки будут убраны из пула. Допустим, здесь у нас будут убраны перки фуллафта и концентрация. А в список войдут перки вроде тактическая подготовка, грейв робор, кабура и слайдвейс. Здесь у нас, допустим, будут убраны филдпреп и грейв робор, а в пуле перков будут у нас фуллафта, концентрация, кабура и слайдвейс. То есть у нас какие-то механизмы контроля все-таки имеются, да, но при этом родом все равно остается, от него никуда не избавиться. Когда мы фармили в сезоне изобилие, чашу изобилия, у нас была возможность там выбрать мастерборки. То есть мы выбирали желаемую пушку, допустим, снайперку Белавит, как она там была, любимая, да, и выбирали желаемый мастерборк. Но мы не могли контролировать наши перки. То есть все еще вам падали родомный ствол, магазин и оба перка. Крафт оружия заключается в том, повторюсь, заключается в том, чтобы у вас был полный контроль над полом перков на вашей пушке. Многие почему-то решили, что эта система бесполезная, и она ничем не отличается от обычного гринда. Я, честно говоря, немножко в шоке, как к такому выводу приходят многие игроки, потому что система отличается примерно полностью. Я, как лютый задрот в эту прекрасную игру, в сезоне избранный, хотел себе выбить ботом доллар, революер последний доллар с Гамбита, с СГМ и полосой удач. Почему именно такие перки? Ну, просто захотелось ради галочки, да, чтобы иногда с этим революером черить ПВЕ. Я в том сезоне сделал 13 обнулений, 13, сука, обнулений, и я думаю, вы догадываетесь, получил я свой желаемый ролл или нет. Ответа нет, я его не получил. Я получил потом себе изгой и мутикилл клип, типа неплохо, но я хотел изгой и полосу удач. То есть я потратил 13 обнулений за фармом пушки, у которой шансы дропов и так были низкие, и учитывая просто гигантские полы перков, там по 12 перков, да, у нас на пушках с лейлистов, я потратил 13 обнулений, десятки часов, и получил нифига. То есть я такой тачу свое время, там свои нервы, там ресурсы, бла-бла-бла. И все, что я получил в ответ, это нихуя. Крафт-оружие позволяет вам потратить какое-либо количество времени и гарантированно вытащить ваш желаемый ролл. То есть, допустим, например, у нас вышел Вичквин, да, у нас вышла вот эта вот пипега, которая у нас называется Форумсик Найтмейр. Я себе хочу там выбить, допустим, надгробие и, ну, допустим, Вечное Движение, потому что эта связка перков выгодит кайф. Да, у пушек с таких активностей у нас, конечно, пул перков меньше, чем в пушках с Гамбита, но суть в том, что, допустим, я могу потратить 10 часов на фарм этой пипеги и в итоге прийти к моему желаемому роллу. Я могу получить разные гадроллы просто за радомные дропы, и я могу получить себе гадролл за радомный дроп, пока я буду просто ее фармить, да, для крафта оружия. Но крафт оружия гарантирует то, что ваше потраченное время не будет потрачено впустую, как у меня вышло с револьвером с Гамбита, потому что я так себе и не выбил из Гои полосу удач, а в Гамбит я, начиная с выхода этого револьвера, проиграл очень много. Вот без крафта оружия вы можете целый год фармить какую-то пушку, и вы не получите желаемый результат. У меня это дробовик с Дипстон Крипт, у меня там нету магазина Эссолт Мэг, это снайпер, у меня там нету тоже магазина на патроны, и это просто такие самые обычные примеры, да. Вот крафт оружия эту систему позволяет обойти. Вам все еще придется поиграть в игру, вам придется побегать с пушкой, вам все еще придется выбить желаемые перки на родомном дропе, и только после этого вы сможете их извлечь. Но гораздо легче получить один перк, чем получить хотя бы два перка, да, или вообще пять из пяти. То есть, гринд в игре останется, он никуда не уйдет, гринд останется, потому что вам придется выбить пушку и с ней играть и бегать. Сейчас вы можете получить гадрол, и его убрать зачем-то в хранилище, мол, ну вот я себе там выбил пушку, пускай гадрол валяет в мне там хранилище, а вот когда-нибудь заиспользую. Сейчас вам придется с этой пушкой бегать в любом случае. То есть, на самом-то деле, на релизе Королевы Ведьмы я ставлю свою жопу на то, что вы для себя откроете интересные новые перки, с которыми вы до этого никогда не бегали. Там, Разогрев, допустим, Вечное Движение, даже Хедстоун тот же может для себя открыть, потому что многие игроки до сих пор живут через призму, что гадрол на пушку это изгои полоса удач, а в пвп гадрол это, допустим, рейндж файндер и, например, мувин таргет. То есть, многие игроки новые перки даже не пробуют, а вот эта система с крафтом, она вас сподвигнет использовать и изучать новые перки. Да, возможно, вам на это абсолютно пофиг, и вас интересуют только гадрольные перки, про которые говорят все контент-криэйторы, что рейндж файндер инсейн, там изгоя полоса удач инсейн и вот это вот все. Но, так или иначе, крафт-оружие точно откроет многим игрокам, так скажем, взор на новые перки. Я до сезона рассвет тоже по перкам был бакланом. Я такой, типа, нету изгоя полосы удач, это однозначно пыль. А в сезоне рассвет я стал изучать все подряд перки и потом понял, что, блин, а пушки-то не так-то все просто. Вот там-то, оказывается, играет, типа, там с чего-то раза получится, там World Weapon крутой новый перк, там такой-то крутой новый перк. И вот начиная с сезона Избранной с этого года, Банджи стали новые перки делать очень активно. У нас там появились Безумие, Lasting Impression и вот это вот все. И в сезоне Сплассер у нас появились перки вроде Tunnel Vision, Разогрева и тому подобное. А в этом сезоне у нас также еще появились Гармония, Хэдстоун и так далее. Вот крафт-оружие вас будет заставлять в любом случае из-за того, что вам нужна вот эта эссенция, вот этот ресурс, да, он вас заставит использовать новые перки. Вы с ним побегаете и такие, блин, пушка заебись. Но я себе хочу получить Гадрол. Я себе хочу там правильный ствол, правильный магазин, вот эти два перка и мастер-ворк. Крафт-оружие вам это позволит сделать гарантированно. Да, возможно, вам придется потратить на это десяток часов, такое вполне может быть. Мы до сих пор не знаем, сколько именно нам придется гриндить, и я подозреваю, что время будет немалым даже на одну пушку. Но это лучше, чем сейчас жить в мире, когда можно сделать 13 обнулений в гамбите или закрыть 100 маяков и не залутать, допустим, желаемую линейку, да, плазменку, сожалению, рида. Я себе Гадролу выбил только, наверное, с дропа 30-го, 40-го в адепте. Ну, офигеть не стать. А с крафтом оружия будет гораздо проще. Поэтому, какие у меня, ребята, ожидания от крафта оружия, да? Я ожидаю на все 100%, что будет какой-то лютый гринд на релизе. Я очень сомневаюсь, что вот эта вот система с прокачкой пушки, чтобы извлечь эссенцию и материалы, будет выполняться очень быстро. Я думаю, что здесь надо будет убивать много мобов, делать задания. В общем, прогресс будет достаточно медленный. Но, осмеюсь предположить, что если так и будет, то в будущем банджи прогресс сделают более таким, более простым и более быстрым. Потому что в игру играют разные категории игроков. Есть ебанутые, как я, а есть ребята, которые играют в игру очень мало, и им на такие детали в принципе похуй, да? Но поскольку у нас крафт оружия подносится как главная фича королевы ведьмы, как у нас было со стазисом Beyond Light, то банджи надо будет сделать крафт оружия таким образом, чтобы эта система работала заебись для всех игроков, а не только для тех, кто играет в игру как работу, да? Это первое, что я ожидаю. Второе, выбор перков на пушках, которые у нас будет. Это будет абсолютно шикарная новинка в Destiny. Все 7 лет, начиная с первого года Destiny 1, у нас в игре был рандом. Да, в первом году Destiny 1 у нас лучшие пушки были с Эдгейма, с Вога, да? Но там у пушек были фиксированные перки. То есть, допустим, Фитбрингер в World of Glass в первой части всегда падал с Изгоем, Файрфлайем и Фугасками. Но когда у нас появились рандомные роллы на пушках, уже по большей части в том же ТТК, да? Когда у нас появилось очень много новых пушек, но они были в первом году, выбить Гадролл было не так уж и просто, потому что нужно было сидеть и просто наяривать на эти пушки, тратя на это безумное количество времени. И не было гарантии того, что ты получишь желаемый ролл, да? Теперь гарантия будет. И это заебись. То есть, вот это нововведение, оно, ребята, будет шикарным. И я безумно жду. Я очень хочу попробовать новые перки. Я очень хочу побегать с новыми пушками, потому что я так и так новые пушки всегда использую. У меня куча таблиц, и мне нужно побегать с пушкой, чтобы потом про нее что-то сказать, да? Так какие-то перки порекомендовать. Поэтому для меня это однозначно большой плюс. Вот эта пипега, кстати, уже в гадроле. Есть мастер-ролк на перезарядку, есть расширенный магазин на приеме для перезарядки, есть вечное движение, есть хэдстоун, есть ствол на стабилу либо на данице стабилу. Это уже гадрол, по факту. Вот такой ролл я бы уже смело бы использовал. Ну, будем жить королевой ведьмы. Так, что еще можно добавить? По поводу шанса дропа пушек, у которой надо будет извлекать эссенцию. Вот этот момент у меня, к сожалению, вызывает некие опасения, что вот эти пушки будут падать очень редко. Когда в проклятии Осириса Банджи добавили мастер-ворк пушки, их можно было получить за родомные дропы. То есть, вы сдавали легендарные инграммы Рахулу или высшие инграммы. По большей части, высшие инграммы. И вам могла упасть мастер-ворк пушка. Потом вы эту пушку, допустим, разбирали, из нее извлекали улучшающие ядра и их тратили на другую пушку, которая была в мастер-ворке, которую возводили в мастер-ворк. Вот есть у меня подозрение, что вот эти дропы будут достаточно редкими. И если здесь я буду прав, надеюсь, что нет, это будет не очень заебись. Потому что я хочу наяривать пушки, я хочу себе фармить вот эти вот ресурсы и себе накапливать библиотеку излеченных перков. Если я, допустим, буду играть в королеву-ведьму и мне придется открывать там по 5 энграмм в среднем, чтобы получить рандомную пушку с рандомными перками и потом ее придется так и так прокачивать, это будет не очень. Поэтому я надеюсь на то, что шансы дропа вот этих пушек будет высокая, чтобы можно было с ним поиграть, извлечь эссенцию и потом потратить на новый крафт-оружие. Говоря, кстати, об извлечении перков для библиотеки. Момент, который тоже в твайбе меня немножко выбесил. Вот тут у нас написано, что если вы найдете вот такую вот оранжевую пушку с перком рампага, то когда выполните объект и извлечете эссенцию перка, то вы затем сможете крафтить оружие с рампагой или с другим перком на урон, с перком который повышает урон. Написано очень непонятно, как вот эта эссенция будет извлекаться, да, типа эссенция будет извлекаться только на одноразовое использование, пушки на все время без ограничений или эссенция будет извлекаться только на эту пушку. То есть, допустим, вы выбили себе с аддонных дропов пипегу с хедстоуном, вы извлекли этот перк каким-то образом, да, после прокачки, и теперь во время крафта оружия у вас на пипеге всегда будет выбор этого перка. Я надеюсь, что будет именно вот так. То есть, вы получили, допустим, вот пипегу с хедстоуном, вы прокачали пушку, вы прокачали вот эту вот фигню, Deep Side Resonance, вы извлекли хедстоун, и у вас вот в этой вот штуке в локации Enclave во время крафта оружия вот здесь вот, у вас всегда на выбор будет этот перк, хедстоун, и вам не придется по новой его выбивать с какой-то пушки. Если будет так, будет кайф. И, в принципе, именно вот так я себе крафт и представлял. То есть, вы себе выбиваете пушки с какими-то перками, да, вы ее прокачиваете, извлекаете все перки, и потом вот эти перки у вас разблокируются для крафта этой пушки навсегда и без какого-либо дополнительного ресурса. Если будет так, будет заебись. Если мы будем истекать вот эти перки на одноразовое использование, и если эти перки потом придется снова вбивать из выбитых пушек, у меня, сука, возникнут несколько, у меня возникнут вопросы. Если вот эти пушки будут падать часто с эссенцией, и если они будут прокачиваться быстро, я думаю, что этого не будет, эта система будет не очень заебись. Если эти пушки будут часто, и прокачиваться они будут быстро, тогда окей, тогда окей. Но если нет, тогда будет какое-то говно. я ожидаю, предполагаю, что у нас, зная банджи, давайте так, самый хуевый исход заключается в том, что у нас вот этот перк будет извлекаться на одноразовое использование. Я бы, что такое вполне может быть. То есть, вы, допустим, извлекли себе, например, полосу удач, и только один раз вот этот перк вы можете заиспользовать на любой пушке, на пипеге, на автомате, в общем, на той пушке, где этот перк может работать. Я все-таки думаю, что мы извлекать перк будем навсегда на определенную пушку. Я на это очень надеюсь, но предполагаю, что будет совсем по-другому. Поэтому здесь я, к сожалению, свои ожидания как-то выставить не могу. В целом, я думаю, что крафт-оружие будет заебись, но ему, конечно, потребуются некоторые изменения. И, ребята, это не трансмог. Многие упоминают, что вот трансмоге тоже был лютый гринд. Да, гринд был. Но трансмог это у нас чистая косметика. И когда банджи анонсировали трансмог в Атом и Ствабов очень давно, они сразу же написали, что получение трансмога будет либо с помощью геймплейного геймплейной штуки, в нашем случае это баунти, либо за сильвер, за донатную валюту. Уже тогда стало ясно, что трансмог у нас банджи рассматривали как донатную штуку. Да, у вас в игре есть возможность себе делать баунти, но первое, у вас только 10 баунти в сезон, это 2 фуллсета, когда в игре очень много брони. У нас ограничения по количеству хуйни в инвентаре, да, у нас 15 штук, чтобы вы могли себе трансмог делать. и в общем, у нас есть капы, и у нас трансмог де-факто не подносится как бесплатная фича в игре. В том же Варкрафте у нас трансмог просто за голду, да, там ты себе выбил какой-то внешний вид брони, и ты тут же поменял. В Аутрайдерс у нас трансмог бесплатный, в Аутрайдерс, в игре, в которой есть разумеется свои проблемы, но она при этом имеет потенциал, так скажем, да, у нас даже в Ассасинскрит есть трансмог, но там есть другие тоже проблемы. Так или иначе, трансмог в Дестине был очень провальным на релизе, и горение моей жопы так и не потушилось, потому что я думал, что я буду вот сейчас там делать кучу сетов, там буду кабинировать, но какой смысл, если в игре у меня есть ограничения по баунти в сезон? Какой смысл? Крафт-оружие, ребята, это совершенно другая тема. Крафт-оружие это исключительно гейплейная составляющая, не учитывая вот эти вот внешний вид, да? И то, здесь написано, что эти штуки будут за геймплей, но я осмелюсь предположить, что эти штуки потом появятся и у Тесс. Но мы говорим здесь больше про крафт-оружие, да? Единственное сходство с трансмогом будет то, что здесь будет гринд. Но у нас у пушек гринд всегда был, да? У нас всегда был гринд, и раньше ты мог дрочить целый год какую-то пушку и ее не получить. Я полгода фармил лишний паек. Я знаю, о чем я говорю. Теперь такой картины не будет. Я думаю, что крафт-оружие на релизе будет норм, но ему потребуются некоторые изменения. Потому что, зная Банжи, ни одна система на релизе не была сделана заебись или идеально, да? Ну, как идеально? Да, некоторые штуки выходили, прям сразу же там было вуалю-вуалю, все круто. Крафт-оружие слишком важная вещь, и я думаю, что ее будут корректировать. Прямо сейчас у меня ожидания в целом больше завышенные, потому что, исходя из того, что мы увидели в твабе, вот в этом, здесь показали все, что я ожидал увидеть. То есть, я ожидал, что будет выбор всех перков, я ожидал, что надо будет бегать с пушками, чтобы эти перки выбить, и я ожидал, что у нас будет гарантированный способ получить желаемый ролл. Это все есть. Поэтому в этом плане у меня ожидания завышенные. В плане того, сколько придется с пушкой играть, поскольку я задрот, и я играю в Destiny много, мне вообще плевать. Но если мы рассматриваем всех игроков, и которые играют много, и которые играют мало, здесь я надеюсь на то, что те, кто играют мало, смогут нормально прокачивать пушки, не тратя на это целую, сука, неделю. Если будет так, то, надеюсь, банджи это поменяют. Теперь давайте поговорим про такую штуку, как новые пятые перки. Про Origin Trades и Foundry Trades. Вкратце напомню, у нас с релизом Королевы Ведьмы на все новые и возвращенные пушки, например, автомат Служебный долг, Дьюти Баунд из налета Песен Саватон. Он у нас вернется в игру, и он у нас будет падать в солнечных налетах и на Грандмастере. Вот на этих пушках у нас появятся новые перки в пятой колонке. Первая у нас это ствол и прицелы, вторая это магазин и катушки, третья и четвертая это у нас перки типа изгоя, полосы удач, и вот пятая колонка у нас будет уникальный новый перк. Только на пушке в Королеве Ведьме, которые будут новые, и те, которые вернутся. Но это не точно. Так, сори, мне тут написал зачем-то Дима. Whatever. Так вот, у нас будут два типа новых перков. Первый тип это Origin Trades, изначальные перки. Вот эти перки будут напрямую зависеть от источника дропа вашей пушки. Допустим, вы играли в PvP, и там вы получили какую-то пушку легендарную, да, просто сыгранный матч. Вот эти перки будут иметь бонусы, которые напрямую будут привязаны к тематике какой-либо активности. Допустим, в Trials'ах у нас все пушки будут иметь перк Алакрити. У вас будет ускоренная перезарядка, стабила, дальность и тому подобное, когда вы осветитесь в соло в боевой группе, или если вы просто играете в соло. Это чисто тематика Trials'ов. В Nightfall'ах у нас будут падать пушки с перком Станинг Рекавери. Застанели Воителя, у вас подзарядился магазин, и у вас запустился легенд ХП, и вы еще получили бонус к восстановлению. Чисто тематика налетов. Вот это у нас первый тип перков Origin Trades. То есть, она привязана к активности. Там испытания Осириса, обычная Гарнила, Nightfall'ы, налеты, рейды, Мир Престол Саватун. Так же, возможно, будет сезонно активность. Не суть. И также у нас будут перки Foundry Trades. Это перки, которые напрямую привязаны к разработчику оружия, производителю, да. У нас на релизе будут 4 таких перка, это у нас Сурос, Хаки, Амалон и Вейст. Это у нас по большей части пушки с мировых дропов, но, вот как я понял, если, допустим, вы получили, например, вот револьвер Сурос, и вы, допустим, его получили в налетах, то у вас на выбор будет перк разработчика, то есть этот, Амалон, да? Или это Хаки? В общем, не суть. А, это Сурос. Разработчик Сурос у вас будет на выбор перк, да? И также у вас будет перк Гарнила, потому что здесь Банжи приводит пример, да, автомат с Гамбита. Допустим, вы получили автомат с Гамбита, который у нас будет в плейлисте падать, и у него на выбор будет либо перк Гамбита, либо перк Хаки. И я так понимаю, что вот это будет привязано ко всем пушкам даже из мировых дропов. То есть, вы, допустим, пошли поиграть в налеты, там с каким-то другом, да, вы получили, например, автомат Вейст, вот этот, у вас будет перк Вейст, и у вас на выбор будет перк с налетов, потому что вы получили этот автомат, играя в налеты. Это будет вот так работать, как я понимаю. По поводу перков. У нас вот эти перки, напомню, будут привязаны к той же тематике производителя. Допустим, у Сурос это у нас удобство и стабильность. У Хаки у нас это увеличенный урон по технике, турелькам и тому подобное. У Амалона это стабильность и перезарядка, у Суроса это некая комбинация удобства и у мечного флинча. И у Вейста у нас это отсутствие перезарядки. Вот эти перки у нас будут, повторюсь, на всех новых пушках Королевы Ведьмы и те, которые вернутся после Риюза. Допустим, автомат с налета, с сумочного налета Дьюти Баунс, служебный долг. Почему я это говорю? Потому что многие считают или многие подумали или спрашивают вопрос появятся ли вот эти перки на старых пушках, допустим, на Эйас Луне или, допустим, там, например, на какой-то пушке с мировых дропов, которую сделали Хаки. Ответ нет, не появится. Является ли вот эта ситуация у нас мини-сансеттингом? Потому что многие решили, что вот эти вот новые перки, они в какой-то степени убьют старые пушки. Мол, зачем мне бегать с каким-то револьвером, допустим, с Палиндромом в ПВП, когда у меня есть револьвер Суроса, который я получил в налетах, на котором будет на выбор либо удобство, либо улучшенное удобство и уменьшенный флинч после перезарядки, или на выбор у нас будет перк налетов Vanguard's Vindication. Ваши добивающие приемы, удары, в общем, с пушки будут вам давать немножко регена ХП. Является ли вот это мини-сансеттингом? А, я скажу так, я до сих пор немножко не понимаю, какие именно возвращенные пушки имели в виду Банджи, особенно в плейлистах. Смотрите. Вот здесь написано. Каждое оружие, которое новое или вернется в Королеве-Ведьме, будет иметь изначальный перк, который будет зависеть от источника дропа в третьей колонке, то есть в пятой. И сюда также входят все новые легендарные пушки и возвращенные пушки из Трайлсов, Айрон Баннера и Найт Фоллов. Вот эта вот фраза все возвращенные пушки из Трайлсов, Баннера и Найт Фоллов. Они имеют в виду пушки вообще все, которые есть в игре прямо сейчас, или те, которые у нас вернутся именно в Королеве-Ведьме. В Найт Фоллах у нас это автомат Дюти Баунд и снайперка Силиконовая Неврома. В Трайлсах это у нас Сумонер. И в Айрон Баннере у нас это... А мы пока не знаем, что. Вот это непонятно, что здесь имеется в виду. Если здесь имеется в виду только новые пушки, тогда окей. Если здесь имеется в виду прям все старые пушки, которые останутся в игре, допустим, Полидром, то здесь возникает и большая проблемка в кавычках. Представим, что здесь Банжи, как всегда, написали через жопу, им это не привыкать делать, и у нас все пушки в этих плейлистах, которые есть прямо сейчас, получат вот эти перки. Не наши старые дропы, а новые дропы в Королеве-Ведьме. То есть, допустим, допустим, сейчас я вам покажу, чтобы вам было понятно, о чем я вообще говорю. Вот, например, у меня сейчас в игре есть, допустим, сейчас я какой-нибудь приведу пример. Возьмем пушку с налетов, с Найтфолов, которая у нас в Эчквине никуда не уйдет, а продолжит падать. Это у нас, допустим, будет Палиндром, да? Вот, допустим, Палиндром. Вот на этом Палиндроме у меня перки в Эчквине никак не поменяются в любом случае. А вот новые дропы этой пушки у нее вот здесь появится пятый перк или нет? Вот в этом вопрос. Если вот эти пятые перки появятся, потому что, повторюсь, лично мне в Твабе непонятно, что имеется в виду все возвращенные пушки в Трайлсах, в Баннере и в Найтфоллах. Я подозреваю, что, скорее всего, имеется в виду прямо новые возвращенные. То есть, в Баннере у нас, в Трайлсах у нас это Суммонер, который уже имел роддомные дропы, в Найтфоллах у нас это Силиконовая Неврома и Дьюти Баунд. Но, если у нас сюда войдут также и пушки, которые у нас уже падают и будут и дальше падать, представьте себе, что на новых версиях Палиндрома у вас будет всегда падать на выбор Станинг Рекавери, Стан Воителя, да, вам заряжает магазин, запускает реген ХП и улучшает восстановление. И также у вас на выбор будет падать перк Вангвардс Виндикейшн. Вот представьте, что новые версии Палиндрома будут иметь вот такие перки. Это означает, что придется фармить новые версии наших выбитых гадролов. И вот эта новость, если будет именно так, а я думаю, что так не будет, повторюсь, я думаю, это просто предположение, да, что так может быть. Если это произойдет, придется снова фармить все пушки в гадроле. Меня эта новость, мягко говоря, сука, не радует. Потому что старые дропы у нас точно не поменяются. А вот новые дропы будем смотреть. Почему Банджи вот это не написали более подробно и более понятно в Твабе, непонятно. Но посмотрим. Посмотрим. И вот можно ли в таком случае воспринимать вот эти перки как мини-сансет? Ответ да. Можно. Потому что что лучше? Старая версия палиндрома, у которого этих перков нет, которые будут так и так работать, или лучше новая версия палиндрома? Разумеется, лучше новая версия. И снова фармить себе гадролы в адепте? Я, конечно, пофармлю, но бро. И по поводу крафт-оружия, напомню, да? У нас крафт-оружия, если банджи ничего не поменяли, будет только новые рейдовые пушки, сезонные пушки и мира престола Саватун. Потом банджи расширят пол пушек, но на релизе будет только вот это, только три активности. Вот это можно будет рассматривать как мини-сансетинг. Если у нас вот эти перки будут только на новых пушках, прям новые, тогда да. Но у нас суммонер-то все равно в игре есть. У нас-то суммонер все равно в игре есть. И если мы читаем этот вап, то у нас в любом случае, поскольку у нас суммонер из игры убирался, из дропов, да, поскольку у нас суммонер вернется в игру, вот на нем у нас вот здесь точно появится новый перк. 100%. Прям 100% и 100%. И вот здесь у вас будет на выбор либо перк из Трайлсов на улучшенную стабилу перезарядку анимассист и дальность либо перк Гарнила. То есть вот эти перки на суммонере у вас будут 100%. И в таком случае у нас ЕС. У нас произошел полноценный санцетинг суммонера. Хорошо это или плохо, мне как задруту, честно говоря, пофиг. Но если я рассматриваю это с точки зрения игрока более казуального, это говно полное. Потому что я себе долго фармил вот этот пиздатый гадрол. Я его себе очень долго фармил для ПВЕ. Как видите, я с ним ПВЕ много пробегал, да? И только из этих перков вот этот ролл станет значительно хуже. Значительно, потому что я с ним часто бегаю в соло, а вот эти вот перки для соло активностей на перезарядку, стабильность, удобность, дальность и анимассист они ощущаться будут, сука, очень сильно. Поэтому ну, как бы да. Как бы да. Так или иначе, вот эти новые перки Origin и Foundry Trade, они, ребята, выглядят очень заебись, и я их хочу поформить. Но вот этот момент с возвращением новых пушек пока что у меня вызывает вопросы и некоторые опасения, что у нас произойдет мини-сансетинг и у игроков снова сгорит жопа, что там я себе там фармил долго суммонер, а теперь мой новый ролл, а теперь мой старый ролл стал бесполезным, потому что на новом ролле есть уникальные Origin Trades. Учитывая то, что у нас появятся новые пушки, их будет 42, именно новые пушки, не Рьюз, мне в целом на это пофиг, потому что мне будет что поформить и из новых пушек, и из старых пушек. Я всегда не буду против возвращения старых пушек, не против, особенно если этим пушкам обновят перки или вообще добавить родомные перки, потому что у нас Duty Bound был только в первом году, Destiny 2, когда у нас не было родомных дропов. Вот сейчас, вот у Duty Bound, который у нас появится в Nightfall, у него родомных дропов не было. Теперь они появятся, это заебись. Я не против этой системы, но она должна сопровождаться новыми пушками, а у нас новых пушек будет очень много, поэтому Origin Trades и Foundry Trades идея заебись, но есть некоторые опасения, что это вызовет некое поджигание жопы и возникнут некоторые вопросы в сторону Bungie, но будем смотреть. Как-то, ребята, вот так. Напишите, что вы думаете по поводу крафта оружия и перков. В целом, я считаю, что все норм, но есть подвохи, которые у нас точно будут которые у нас точно появятся с Ризом Королевой Ведьмы. Как-то вот так. Пока-сики. Пока.